Ваше слово, подсудимый. Граждане судьи, здрасте. Я с самого раннего детства был неудачником. У каждого есть свои невезения, но мои ни с чем не сравнимы. Это у меня началось ещё с пятого класса. Извините. Значит так, шёл я в школу, торопился, потому что опаздывал. То есть опаздывал, потому что торопился. И вдруг сзади кто-то срывает с меня шапку. Оглядываюсь, слон. Они рекламировали гастроли цирка. Да, подошёл, посмотрел на меня, сорвал шапку и пошёл. В школу я опоздал. Почему ты опоздал? Я рассказал, как было. Я стал посмешищем всей школы. Если учитель хотел блеснуть остроумием, он всегда говорил. Ну что, Паша, не встретил ты сегодня, случайно, носорога? Да. Прошло время. Меня призвали в армию. И вот однажды в воскресенье сержант дал мне отпуск в город на один день. Я гуляю, природа, наслаждаюсь. Пошёл дождь, и я спрятался в первый попавшийся подъезд. Оказалось, что это подъезд местного музея. Я зашёл, рассматриваю разные горшочки, салфетки, бабочек из тех, что водятся в наших землях. Посмотрел в окно. Дождь прошёл. Хочу выйти из музея? Не могу. Музей снаружи закрыт на замок. Тогда через окно, правда? Хотя бы. Да нет, на окнах решётки. В казарму вернулся во вторник. Ты где прощелыжник? Разрешите доложить, пан сержант, в музее. До вторника? Так точно, пан сержант. В понедельник музей закрыт. Идиоты из меня делаешь? Да? Я не успел сказать «нет», ибо получил две недели ареста. А товарищи по армии с того дня, как только меня встречают, задают один и тот же вопрос. Как поживаем памятник из корены? Как дела у кого-то? Да, но потом я женился, был очень счастлив. И вот однажды летом кто-то сильно постучал в дверь. Жены дома не было. Пошёл я открывать. Открываю. Стоит соседка. Но в каком виде? Ни в каком. Плачет. Спасибо. Оказывается, она собралась купаться. И вдруг вспомнила, что за дверью оставила молоко. Выскочила я на секундочку, чтобы забрать его, а дверь. Спасибо. Захлопнулся хвозняк. Вы, конечно, такие случаи часто сами в газетах читали и верили. А вот жена... Что эта пани делает в моём халате? Душечка, ты не волнуйся. Она в коридор вышла, дверь захлопнулась. Если бы ты признался, то, может быть, я и простила тебя. Но с таким трусом и лжецом жить не желаю. И после всего этого, граждане судьи, вы утверждаете, что я ввёл вас в заблуждение? Конечно. Вы утверждаете, что совершили кражу. А следствие установило, что кражу совершил рецидивист Сефон Маззи. Вы хотите, чтобы я рассказал, как было дело в действительности? Что какой-то тип, за которым гнались, бросил в моё окошко драгоценности стоимостью в полмиллиона и скрылся, не сказав ни слова. Так? Так. Нет. Извините. Но я предпочитаю сказать, что эти драгоценности я украл сам. Почему? По крайней мере, хоть раз в жизни надо мной не будут смеяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, не приходил к вам мужчина средних лет? Средних лет? Невысокий и с чемоданчиком в руках. Сегодня, мне кажется, не он. Он! Вот и началась наша следующая история. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вы кто такой будете? Я мастер. Дипломированный, надеюсь, мастер? В первой степени. Скажите, пожалуйста, может быть, случайно диплом при вас? Именно случайно. Что же это? Угу. Все понятно. Интересно, чья же такая неразборчивая подпись? Да уж и не помню. Этой подписи 47 лет. Ну, конечно. За 47 лет чернила успели выцвести. Но все-таки интересно бы знать, кто это подписывал. Угу. Так. Значит, вы шьете только 47 лет. А чем же вы занимались до этого? Был ребенком. Угу. Вы не обижайтесь. Я прошу вас, не обижайтесь, что я расспрашиваю. Но ведь у меня материал. Я им очень дорожу. Для брюк. Брючный материал. Я купил его вчера, и мне не хотелось, чтобы его испортили. Скажите, вы уверены, что сумеете шить брюки? Мне кажется... Извините. Мне нужны необычные брюки. Мне нужны такие, чтобы я... чтобы я их носил. Чтобы я мог надеть, когда иду в город или на службу. Или даже тогда, когда я сижу дома. Вам действительно уже приходилось шить брюки? Я занимаюсь этим 47 лет. Вы обратили внимание, что у меня особая фигура. Я прошу вас, вы посмотрите. Вы видите? Вы обратили внимание, у меня сначала желудок, а потом живот. А потом уже ноги. Я прошу вас, вы посмотрите. Вы обратили? У меня их две. Мне бы хотелось, чтобы брюки закрывали их целиком. До конца. До туфель. Кстати, вы будете шить нитками или... Нитками. Какими? Крепкими. Они испытаны на сопротивление? Нитка выдерживает 10 килограмм. А 20? А при 20 львется. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, в конце концов, я буду осторожен. А материал вы будете кроить сами? Сам. Сначала нарисуете мелом. Ну, конечно. Пятна останутся. Почище щеткой все. Какой щеткой? Она протирает ткань. Да раньше такой протрешь? Как будто нежная. Значит, сначала вы нарисуете мелом, а потом будете кроить ножницами. Так? Так. Ножницы порежут ткань. Порежут? Ай-яй-яй. Порежут где надо. Прошу вас, вытяните на минуточку руки. Я хочу посмотреть, не дрожат ли они у вас. Я сейчас покажу вам материал. Только я хочу спросить еще кое-что. Каким метром вы снимаете мерку? А он сверен с платиновым эталоном? Ну, их даже путают. Простите, и еще, вы работаете только днем? Да. Ночью я обычно сплю. А где же вы храните материал? Вот здесь, в ателье. Покажите замок. Сколько у него ключей? Два. А у кого второй? У меня. А не могли бы вы мне его дать? Так ведь тут же есть еще и другие ткани. А нельзя ли организовать так, чтобы мы клиенты каждый вечер по очереди... Это совершенно не нужно. Ну, хорошо. Хорошо, я дам вам материал. Скажите, а у вас в ателье нет ли... А у нас есть кошка. Кошка? А куда же вы деваете кошку вечером? Оставляем в ателье. А что же делает здесь кошка одна? Целую ночь? Не знаю. Ну, как же можно оставлять ее так? На произвол судьбы? Со всеми тканями? Кошка, существо, не несущее ответственности. Что вы можете ей сделать? Так сказать, брысь. Нет, нет, я пока еще не оставлю вам материал. Я должен подумать. Зайду в другой раз. До свидания. Брысь! Если закрыть глаза и внимательно прислушаться, то наверняка каждый услышит... Извините. Я говорю, извините, но моя история начинается не так. А как? Она начинается как бы... Тогда ваша история начинается с описания городка. Правильно. Именно с описания городка. Пожалуйста. Наш городок ничем особенным не отличается. Так, городок, как городок. Разве что пожарная команда помещается в очень красивом здании? Больше нет. Никаких достопримечательностей нет. Но вот около года назад все изменилось к лучшему. В маленьком домике у рынка поселился гражданин. Знахарь. Естественный испытатель. Человек молодой, очень мудрый. Лечил он порошками, корешками, настоями. Ну, знахарь. Как знахарь? Спустя два месяца через рынок невозможно было протолкнуться. Так много людей съезжалось к знахарю за советом. У кого, понимаете, рука, у кого нога, у кого другое, более внутренние болячки. Властная кооперация четыре постояло двора открыла для приезжих. И вот однажды прибывает к нам комиссия из воеводства проверить, что это за знахарь. Наш председатель им сразу сказал, меня он от всех болезней вылечил, мою жену, и лошади из отдела здравоохранения. тоже. Что же вы от человека хотите? Ну, члены комиссии носами вертели, и председатель заверил их, что знахарь выйдет из района рынка, и он действительно выехал до другой берег реки. Там ему на добровольные взносы общественности дом поставили, и дом ничего себе, приятненький домик. городской совет по реке паром пустил, чтобы больным было удобно. И так наш знахарь жил спокойно за рекой, как вдруг на прошлой неделе выясняется, что он пройдоха. Авантюрист, мошенник. Оказывается, у него есть диплом. Он окончил медицинский институт.